В 2100 году в мире может остаться лишь половина существующих пляжей. Россия в первой десятке стран, которые пострадают от этого больше всего. В самом престижном научном журнале мира Nature появились результаты работ ученых Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии о будущем песчаных пляжей. Как полагают авторы, даже если человечество резко сократит загрязнение ископаемым топливом, которое приводит к глобальному потеплению, в 2100 году может исчезнуть более третьей песчаной береговой линии планеты. Если же все пойдет по худшему сценарию, Земля лишится половины песчаных пляжей. Это нанесет огромный ущерб туризму, и не только песчаные пляжи выступают в качестве первой линии обороны от прибрежных штормов и наводнений, так что без них воздействие экстремальных погодных явлений будет сильнее. Сейчас песчаные пляжи занимают более трети от всей длины береговой линии. Согласно полученным данным, сильнее всего пострадает Австралия, где в течение следующих 80 лет будет смыто почти 15 тысяч километров песчаных пляжей, также в первой десятке стран, которые лишатся в результате эрозии наибольшей длины береговой линии Канада, Чили, Соединенные Штаты, Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия. Чтобы оценить скорость исчезновения пляжей, ученые смоделировали ситуацию, исходя из спутниковых снимков, первые из которых датируются 1984 годом. Согласно худшему из них, если выбросы углерода будут продолжаться без ослабления, в 2100 году уровень мирового океана поднимется примерно на 84 сантиметра, и мир потеряет почти 132 тысячи километров береговой линии, или 49,5% своих песчаных пляжей. Более позитивный сценарий, если человечество достигнет глобального потепления примерно на 3 градуса по Цельсию. В этом случае через 90 лет 95 тысяч километров береговой линии будут свободны от песка. Субтитры создавал DimaTorzok